Сегодня у нас 20-й, ну мы пройдем три небольших темы, 20-я, 21-я, 22-я, ну и 20-я использование арендаторами общего имущества многоквартирного дома. Вот, интересная тема, то есть практически мы в каждом доме можем наблюдать такую картину с вами, да, по стене в подъезде протянуты всякие кабеля, установлены ящики какие-то, на стене многоквартирного дома висят различные баннеры, плакаты, на крыше дома стоят какие-то антенны, то есть, да, возле подъезда щит какой-то в лифте, но у вас лифтов нету, да, в лифте бывает щит какой-то, висит реклама, да, вот по все эти вот антенны, кабеля, щиты, да, собственники помещений обязаны получать заход. Вот, вот, сразу скажу по этому поводу, допустим, у нас в основном Ростелеком, МТС, да, какие-то линии связи проходят, да, в доме, то есть эти телекоммуникационные связи, да, то есть и Ростелеком, МТС раньше упирались, говорили, мы не будем платить аренду, не обязаны флакон, а связи есть, которым они прикрывались, им в поддержку, в помощь выступило письмо Минстроя, там Минфина была целая куча писем, да, которые говорили, что это же для людей, то есть не должны они оплачивать аренду общего имущества. У нас в Хабаровске, в Крае, Дарий Кюрин, наш министр ЖКХ, также глава муниципального образования лет пять назад направил это письмо, что аренду мы с МТС, Ростелекома брать не должны, брут, уже Конституционный суд, либо Верховный суд, не знаю, все суды сказали, то есть все должны оплачивать аренду общего имущества. Все, не хотят, не оплачивают, вот. И еще, исходя из 44 статьи, 46 статьи ЖКХ, 44 это пункт 3.3.1, да, части 2, часть 1 статьи 46, мы понимаем, да, то, что определение, то есть все вопросы по аренде общего имущества, они решаются на общем собрании голосами не менее двумя третьими от общего числа всех собственников помещений данного дома. То есть мы знаем, да, у нас вопросы решаются большинством от присутствующих, есть, да, есть более 50, а есть более 2 третих, то есть голосов от общего числа. Соответственно, если на общее собрание пришло 51%, да, то мы вопросы в повестке касаемо аренды общего имущества не можем рассматривать, потому что у нас не хватает форума, да. Соответственно, нужно, когда аренду общего имущества, 2 трети всех туда тянуть, чтобы были на собрании. Вот. И еще, это решение должно быть оформлено протоколом. Многие управляющие организации уже вписывают в договор управления такую строчку, что собственники помещений поручают управляющей компании, управляющей организации компании от своего имени подключать договора, да, с арендаторами общего имущества, да, и как бы люди же подписывают договора, ну, либо не читают, либо как у нас договора, скажу так, то есть уже терковный суд, по-моему, поэтому вопросу дал окончательное определение. Это прерогатива, это компетенция определять, да, то есть все вопросы общего имущества, это компетенция общего собрания, нет договора управления. То есть, вот. У нас есть, допустим, когда будете читать 416-е постановление правила управления многоквартирными домами, да, либо жилищных кодексов, у нас есть какие-то вопросы относящие, так и прописано, да, устанавливается общим собранием и договором управления, да, либо там договором управления там прописывается, да, вот у нас порядок и правил контроля, да, за управляющей организацией должен устанавливаться договором управления. Ну, то есть вот так вот, где четко прописано, а здесь нет, здесь вопросы по аренде общего имущества только на общем собрании, только через оформление протокол, договоре, и об этом не должно быть ни слова, это компетенция общего собрания. И еще, если мы вспомним, да, у нас управляющие организации должны соответствовать 416-м постановлениям, да, у нас абзац 5, по пунктам В, пункт А4, да, то есть она обязана правильной компании предоставлять вам на рассмотрение проекты об аренде, об сдаче в аренду общего имущества, да, на условиях наиболее выгодных кодексовского помещения, да, как в законе, еще даже с механизмом конкурсного отбора, да, вот, в том числе с использованием механизмов конкурсного отбора, то есть кто больше оплатит, да, тот и лучше, ну, понятно, что ни одна управляющая компания этого не делает, да. Еще сразу про оплату хочу сказать, да, то есть оплата устанавливается самостоятельно жителями, то есть это нигде в нормативно-правых актах не обозначено, сколько люди, да, могут просить с арендаторов, мы же с вами живем по рыночным отношениям, ну, у нас, конечно, в городе есть постановление администрации города, об установлении тарифов на использование общего имущества на муниципальном жилищном фонде, и вот там, конечно, граница красная линия, да, там тариф больше, там стены, и еще есть разграничение стены многоквартирного дома, одна цена, да, внутри помещения другая цена, потому что никто не видит кабеля, да, допустим, вот, то есть цену вы устанавливаете самостоятельно, вот, но лучше некоторые у нас есть такие дома в доме, все, 2000 квадратный метр, и ни больше, ни копейки меньше, но если будете вот так вот, да, говорить, обойдут провайдеры ваш дом, обойдут, и все, и останетесь вообще без ничего, то есть нужно как-то все-таки золотую середину искать, чтобы было хорошо и вам, и нам, да, то есть у нас в городе для МТС Ростелекома мы установили, да, то есть жители у нас установили 450 рублей за квадратный метр, то есть вы когда решением от общего собрания будете определять, вы сразу и определите размер платы за содержание жилья. Давайте я вам сейчас просто покажу, как это выглядит у меня, вот я вам протоколы собрания сейчас покажу, как его надо включить в собрание, так, где у нас собрание, вот, ну, первое собрание, ой, заочка, ну-ка, заочка, уведомление, нет, где смена управляющей организации, мне интересно, так, очка, спорно, блин, а я вам что здесь пока есть, ну, елки-палки, временно, где-где-где. Уже голова, столько проверок на нас, и сегодня опять Роспотребнадзор нас проверял, все нас проверяют, мы не угодны, на нас жалуются, в каждом доме есть человек, который жалуются, пишет, а мы на них писки такие, надоело уже. Да что ж такое, первое собрание, заочка, без, да нет, ладно, сейчас это, объяди бланк голосования. Просто мы, я вам скидывал, которое, первое, да, определение, там, размера объявлений, включить информацию, председателя, нет, здесь нету. Это когда мы смену управляющей организации, допустим, делаем, да, вон там мы сразу же определяем размер платы, еще будем проходить, когда договор управления, там, я вам это покажу, не помню где. То есть вы должны общим собранием сперва определить лицо, которое от имени собственников помещения обязано, будет, имеет право отключать договора на аренду общего имущества, установку рекламной конструкции, да, и все. И также определить стоимость, вот. Но если стоимость вы сразу не знаете, я всегда говорю, пишите общими фразами, да, то есть не меньше цены, да, среднерыночные по вашему поселку, да, и не меньше цены, которая предыдущая управляющая организация аренда была, да, не меньше той, которую она, если вы не знаете. У нас жители 450 рублей установили, да, хотели, то есть как это предыдущий. МТС к нам приходит, говорит, нет, давайте 350 или 400 максимум, да, то есть понятно, каждая девочка работает начальника, да, и тогда я ей сказал, да, я говорю, по каким принципам ты живешь в обществе, что для тебя в приоритете, права и интересы наших граждан, которые живут, да, вот с тобой в городе, да, в одной стране, как бы, да, либо твоя личная заинтересованность, да, угодить твоему работодателю, да, понятно, чем меньше ты сделаешь, да, тем и больше. Ты смотри, вот люди вот так вот хотят, а ты уже решай. Если нет, тогда я знаю, что жители примут решение убрать все эти кабеля, и мы их уберем. Ну и все-таки определили 450 рублей. Все. Так, знаем, да, то, что управляющая компания этих арендаторов обязана указывать в отчете, в ежегодных отчетах, то есть в основном нечестно управляющая компания этих арендаторов в отчетах не указывают. Как у меня тоже отчет, смотришь, что ты управляющая компания, там ни одного арендатора, непонятно по какой цене. Чтобы начать, допустим, контролировать управляющую организацию, да, то есть сколько арендаторов у вас, да. Мы в первом заявлении, 19-ю тему проходили, первое заявление от представителя, да, совета МКД, управляющей организации, и там мы спрашивали, то есть мы запрашивали у управляющей организации, чтобы она нам разъяснила, сколько арендаторов на доме присутствует, какую площадь они используют и по какой цене. Эта информация вам нужна, очень. Заявление, как всегда, мы пишем управляющую компанию, знаем, да, в двух экземплярах, относим ее, вот. Если вдруг вам отказали, да, в заявлении, то есть, да, как всегда, мы знаем, нам бывает не предоставляют информацию, да, то мы по этому поводу, у нас статья, пункт 1, статья 14.8, и статья 5.39 КУАП, предусмотрена ответственность за непредоставление информации. У нас предоставление информации, как жилищным кодексом, да, часть 10.2, статья 161, да, предусмотрена, там, 416, еще там в конце, там есть целый, да, ну, у нас не забываем закон защиты прав потребителей, который к нам применяется. Там также прописано пункт 1, статья 14.8 и статья 5.39, то есть, должны предоставлять информацию. Если же они вам не предоставили информацию, да, то мы можем написать жалобу, как всегда, муниципальный жилищный контроль, либо государственный жилищный надзор. Узнайте, кто у вас осуществляет муниципальный жилищный контроль, какое подведомство органов местного самоуправления, какое подразделение им, как бы, напишите. Но некоторые управляющие организации все-таки предоставляют отчет, да, и там они указывают, да, сколько у вас денежных средств, то есть, остается на доме. И вот эти денежные средства, то есть, да, куда они могут идти, то есть, что вы с ними, как бы, можете делать. Вы их можете либо по решению общего собрания направлять, вы должны еще определить, когда решение общего собрания определяете, да, куда эти деньги пойти. Потому что можете на текущий ремонт, да, их можете какую-то копилку сделать, да. Оно у нас еще предусматривает 169-я статья жилищного кодекса, часть 4-я. Там сказано, на заходы от передачи, пользование объектов общего имущества в многоквартирном доме могут направляться, по решению собского помещения в многоквартирном доме, на формирование фонда капитального ремонта в счет исполнения обязанностей в собственном помещении в многоквартирном доме по уплате взносов на капремонт. То есть, мы знаем, да, что мы все обязаны платить взнос на капремонт, да. Но нам жилищный кодекс дает такое право, да, что мы... Это хорошо, когда огромный дом стоит в центре. Есть у нас такие дома в городе, там, на металлургов, он надбешен рекламами, там весь. Там огромный сбор, да, то есть огромный сбор. И там мы даже считали, там сбор, если все собственники посчитают, тариф на капитальный ремонт, тариф, да, на капремонт, и сборы арендаторов такая же сумма, одинаковая, даже с арендаторов чуть-чуть больше. То есть, люди могут принять решение, да, чтобы не дополнительные деньги за капремонт, да, а либо целиком, либо часть. То есть, это у вас право есть. То есть, можете на общем собрании это принять решение, то есть, куда вы их хотите, туда, хотите сюда. То есть, много способов. Ну, только через собрание. Так, у многих подъездов, мы знаем, да, установлены рекламные щиты, да, для вот объявлений там и все такое. То есть, в соответствии с пунктом 1, да, правил содержания общего имущества, стена многоквартирного дома относится к общему имуществу, да, соответственно, должны они за нее платить. Как я у себя сделал? Давайте я вам расскажу. То есть, я у себя сделал, отчеты я у себя беру, я вижу, что у меня кабеля рядом с подъездом, щит висит, да, рекламы, все объявления клеют, да. Управляющая организация ни отчета, ничего, как бы, не дает. Я брал, ну, у меня свое-то есть, как бы, я, да, чувство гордости, я звоню по телефону, я вижу объявление, звоню по телефону и говорю, а на каком вы основании сюда свое объявление клеите? Я вот председатель дома. А что ты тут управляешь компанией? У вас-то здесь нет арендатора, вы как здесь появились? Они давай мне говорили, что они договор с какой-то рекламной фирмой, да, они не сами частники клеят, они где-то рекламная фирма, они ее, то есть, да, они клеят там 50 копеек, сколько одно объявление? Я звоню директору этой рекламной фирмы, говорю, на каком основании вы расклеиваете? А, нет, директор мне сам перезвонил, потому что я жителям говорю, я буду жаловаться в прокуратуру, в полицию, вы что это тут мне клеите? Да, то есть, они давай рекламщику, конечно, жаловаться. Рекламщик мне сам звонит и говорит, а что там нашим клиентам-то, да, я говорю, а каким вашим клиентам, а вы кто? У меня в отчете от управляющей организации нет арендаторов, да, как арендаторы общего имущества, говорит, у меня договор с директором вашего управляющей организации, я говорю, ну нету, отчета нету, то есть, это что, самоуправство, да, то есть, расходование денег незаконное. И тогда я вам вот открываю папочку заявления, и у нас образец премьерного заявления 21, вот, по объявлениям на домах. На стене, то есть, директору своего управляющего организации, от председателя, всегда пишем от председателя, да, уже у нас в доме есть хозяин, то есть, на стене дома возле подъездов неизвестные люди постоянно расклеивают объявления и различные рекламы, неоднократно срывали мои объявления, которые я вывешивал для собственников, или просто заклеивали своими, ну, бывает, председатель для жителей, да, там, повесят, приходишь, нету, плакали, да, то есть, это вызывает недовольство со стороны сосков помещений, то есть, и жителей дома. Несколько раз звонил по указанным в объявлении и рекламах телефонов с просьбой разъяснить, на каком основании, из чего разрешение, они используют наше общего имущество, для размещения своих объявлений тогда. А также просил устранить данные нарушения. На что я получал ответ, что они тут ни при чем, они, как бы, заключили договор с рекламным информационным агентством, там, реклама какая-нибудь, типа, там, Кузнецов, да, вот, звонился с ним, то есть, здесь мы объясняем директору управляющей компании всю ту ситуацию, да, то, что звонили, стена общего, это относится к общему имуществу, отчета нигде нету, просим вас дать разъяснение, на каком основании, да, либо предоставить договор, то есть, вот, на основании вышло, прошу вас объяснить данную ситуацию, так как ни в одном отчете не упоминается данное агентство, да, как арендатор нашего общего имущества. Ответ на мое обращение получу лично в офисе вашей организации, это еще в 13-м году я эту ситуацию отрабатывал, да, как бы 8 лет назад привели в порядок. Вот. По такому же принципу можете и кабеля, и кабеля, да, допустим, пройтись, а лучше, как я всегда говорил, составьте акт, составьте акт, то есть комиссию, можно советом дома обойти, а лучше пригласить инженера, да, для проведения комиссионного осмотра на предмет наличия арендатора в доме, пройти по подъездам, с фотофиксацией, составить акт, что вот эти кабеля, вот она, МТС есть, да, с одной стороны инженер технодзора подпишет, да, либо какой-то с управляющей организацией, с другой стороны вы. Акт, и так все, это будет официальный документ, который говорит, что наличие в вашем доме какого-то оборудования, а лучше сразу померить площадь, если есть желание, да, может и площадь сразу померить, какая она есть. А как площадь мерить, если кабель идет, и все? Толщина кабеля, которая, у них там уже все есть, если честно, это все уже как бы рассчитано, у них есть это все, можете их просто взять, хотя бы пускай они вам скажут. Стоимость занимает этот кабель? Да, у них же стоит будка, у них же кабеля эти протянута, вот она там примыкает, как-то к стеночке, этот кабель, все считается, и кабеля считаются целиком. Так, про арендатора все понятно, ничего сложного, они обязаны нам всем платить, если кто-то будет говорить, не платят, должны платить, то есть, запрашивать управляющие организации, то есть, всю эту информацию. Ежемесячно, вот мы управляющая организация, мы сразу же подключили договор, мы когда приходим на дом, мы в первый протокол, когда смена управляющей организации, мы там эти все вопросы включаем, первое, об определении нашей управляющей организации, как лицо, которое от имени собственного помещения не имеет права подключать договора, и там же мы определили размер стоимости, все это, потом мы этот протокол направляем МТС, Ростелеком, ТДК, кто там у нас еще, всем по Билайн, всем провайдерам, направили, просим прислать их специалиста для проведения комиссионного осмотра инженерной коммуникации, для дальнейшего определения объема его, для дальнейшего подключения договора на использование общего имущества, все, протокол мы им направляем для решения собственного помещения, все, и они приходят, с ними провели осмотр, с каждым, все дома, которые у нас есть, впервые МТС приехал, а у них уже есть эти данные, у них есть эти данные, сколько размер общего имущества, они в доме, какие кабеля, где расположена их коробочка, размер коробочки, все у них уже есть, уже это все сверено по дому, и мы просто ходим, можно сказать, проверяем, составили акт, все, один у меня, один у них, на основании акта, но это уже управляющая компания так работает, то есть должна, вам надо управляющая компания, которая была бы заинтересована, чтобы бюджет дома, чтобы вам эти деньги на дом, на дом, чтобы не в карман куда-то, а на дом, с арендаторами ничего сложного, обязаны все платить, то есть, только и по цене, не ниже средней рыночки, которая по вашему дому, вот, есть еще у кого-нибудь по арендатору, думаю, ничего сложного. по адресу, по адресу, по адресу, по адресу, школьное, официальное помещение, общей площадью, являющейся собственной сурьбанской городской, а это что про помещение, как это помещение, это в нашем квартирном доме, да это не жилое помещение, при чем тут аренда общего имущества, и что, у вас дома квартира есть, если вы себе друзей, какой-то кружок будете приглашать, что это? Не мое личное. Ну, это они, это их помещение. они имеют право на это? Ну, конечно, собственник помещения, неважно, жилого, нежилого, это также собственник помещения, что он там будет делать, главное, они противозаконные, да, и не нарушая права интереса спасений. А почему тут написано аренда? Они сдают, как вы квартиру, вы как бы собственник квартиры, вы же ее можете кому-то сдавать, имейте право, а муниципалитет к вам будет бегать и говорить, нифига, квартиру сдаете, а мне тоже денежку дайте. Ну, не честно же. У нас есть квартирный дом. Да, в нем есть жилые, нежилые помещения, нежилое помещение принадлежит муниципалитету, он обязан, как и все, оплачивать, да, по тарифу, общий котел, но вас не должно волновать, как он использует это помещение, что он там делает. Они не волнуют, как он будет так начать. И куда? За общее содержание и жилья, как и все. За квадратный метр, вот сколько там, 515, умножаем на тарифы дома, и он, как и все, как и собственник жилого, нету разницы, жилое, нежилое помещение, все должны платить общий котел, понимаете? А как вы его уже используете? Ну, это уже другое. Коммунальные услуги так же, под тем же тарифом, или для них отдельный тариф? Для нежилых отдельный, да, когда вы даже комитет по ценам и тарифам правительства Хабаровского края смотрите, они отдельно, и жилищный подвес об этом говорит. 155-я статья, да, порядок, правила оплаты, да, за содержание жилья и коммунальные услуги сказано, то, что оплата производится по ценам и тарифам для потребителей. Вот это слово раньше не было для потребителей, его пускали. Сейчас потребители, это мы, да, собственники жилых помещений, это, собственно, да, то есть для нас должно быть. Ну, там есть и прочих потребителей. Нет, а почему тогда? Для разных дел, нет, разные тарифы, жилые, нежилые, Объемы коммунальные услуги общие для всех, а тариф, и, например, объем отведенных стоков, значит, 700 для населения 500, а тариф будет равен. И что получается? Один за тариф. А я хочу узнать тариф. А зачем? На что тариф? А вот ты мне объяснил. А на 22 темни. Лишь бы объем уходить. Тарифы же есть, установлены тарифы, нормативы, еще чеканет по нормативу. Ладно, давайте сейчас используем. У нас еще в конце будут, когда темы, когда кому-то что-то непонятно. Еще я вам, если кому интересно, я вам здесь папочку в папочку, скинул такую, у вас здесь папка есть. Вопросы, 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 образцы вопросов, нет, Вопросы и ответы. Так, написано, не согласны с планом, не законная шлейка, первое собрание, демоковый, скануешь, текущий ремонт, закануешь по теплу. Вопросы и ответы по ЖКХ. Я раньше, когда разрабатывал нашу учебную программу, я думал, у нас вообще планы были огромные, потом, когда результаты начали приносить, сразу их прикрыли. А вообще, я думал, раньше, как билеты сделать, допустим, билеты. Это не то вопрос. Это я готовил к вашей, когда Розенталь приходил, чтобы вы у них спросили. Ну и здесь они у вас будут. Вопросы, то есть, да, здесь, допустим, вопрос сразу красненьким, ответ, допустим, за сколько дней инициатор собрания обязан уведомить соловное помещение о предстоящем в общем собрании. Такие легкие, да, не позднее, чем за 10 дней, до пройдения. И вот таких вот куча всяких вопросов, которые вам в сфере ЖКХ что-то помогут. Вот для чего собственно-таки обязаны ежегодно проводить, выходить на общее собрание. Вот для чего вы обязаны? Да, это сказано в части 1 статьи 45 ЖКХ, да, собственно, обязаны ежегодно проводить собрание. А для чего? Это сказано в 17 фунте 491 постановления, да, чтобы утвердить перечень услуг и работ, да, условиях оказания выполнения, а также размер финансирования, да, то есть, такие вот. В общем, будет интересно. Здесь также у вас есть вопросы, порядок и правил проведения текущего ремонта. Изучите, чтобы у вас картинка была в голове. То есть, здесь сказано, что сомненькие помещения обязаны ежегодно проводить. ну это вот статья. Так, для чего сомненькие обязаны проводить, это опять так же, здесь более, почему решение проводится собрание, а, текущий ремонт. То есть, какая цель, вот осмотра, помните, я вас спрашивал, какие виды осмотра бывают, кем проводятся осмотры, да, то есть, такой вопрос, да, мы понятны, да, вот 11 пункт, осмотры общего имущества связи с собственниками помещения, да, и ответственными лицам, потом, кто устанавливает тот факт, что общее имущество не соответствует качеству и требует ремонта, да, то есть, это вот 22 пункт, факт достижения и устанавливается с собственниками. То есть, эти все вопросы, ответы интересные, правовая база, что такое, акт, да, акт, ну то есть, ради интереса себе это откроете, почитаете. Все, давайте аренду общего имущества, то есть, мы прошли, все должны платить, но главное, запомните, это прерогатива общего собрания, протокола, пока вы не определите лицо, хотя, вот, проезжая компания, бардак у нас в сфере ЖКХ, скажу честно, бардак. Все, давайте перейдем к 21 теме, то есть, незаконная расклейка объявлений на посадок дома, на всяких дворовых территориях и везде. По данному вопросу, я вам сейчас просто расскажу, что мы с этим делаем, да, то есть, как с этим бороться, потом Елена Михайловна, да, попула, у нас расскажет, да, какие у нас предложения по данному поводу есть, как что нужно внедрить в городе, да, то есть, мы хорошее предложение, как бы, разрабатывали вместе, всем обращались, но нас никто не слушает, она вам потом расскажет. Давайте сейчас по незаконной расклейке. Здесь также у вас есть такая папочка, незаконная расклейка объявлений, откройте ее ради интереса. Всегда я говорил, ну, давайте всех, бла-бла, да, как я говорил, у всех на домах одна проблема, да, вопреки нормам закона без соответствующего разрешения неизвестные люди обклеивают фасад дома различными рекламами, объявлениями, проще говоря, превратили наш город в большой фантик, как это, фантик, да, и никому до этого дела нет. А этим первым делом должны заниматься административно-технические инспекции, которые находятся при администрации. Именно это в их некомпетенции не полиция, не в полицию жалобу писать, а обращаться в административно-техническую инспекцию. Узнайте у себя, кто у вас, к какому подразделению, да, у нас это раньше было, допустим, отдел управления, отдел жилищно-коммунального хозяйства при округе, да, центральном, Ленинском, они этим вопросом раньше занимались, сейчас у нас этим вопросом занимается управление ЖКХ, топлива и энергетики и администрации города, да, да, то есть, дорожная служба какими-то как бы занимаются вопросами и тоже, если у нас, смотрите, кто ответственный, то есть, кто за это ответственный, тому и будете писать жалобу. Вот у нас, допустим, дорожная служба, да, есть такая, она занимается, привлекает к ответственности за раскрытку объявлений только вдоль улиц, допустим, вдоль улиц, вот это, да, там, столбы, то, что относится к муниципалитету, по-моему, а дворовые территории, это уже управление ЖКХ у нас, это вот они, допустим, да, то есть, к ним туда пишите. Как я делал, допустим, да, мы, допустим, на одном из домов всегда говорил, первым делом, что нужно составить акт осмотра, правильно, акт, это официальный документ, который говорит, что дом, акт, это документ, фиксирующий какое-то событие, какое-то время, в каком-то месте. У нас 170-е постановление гостроя, да, порядок и правила стен, фасадов здания, там, да, и у нас прописано, что не должны они обклеены, они должны быть чистыми, надлежащими, то есть, не должно быть, то есть, а что такая резкость плохая? Ладно. Вот мы, допустим, ко мне люди обратились одни, да, то есть, Алексей, помоги нам, у нас дом обклеен, я говорю, ну давайте, спередокументально составим акт, вот мы в 2018 году, то есть, основание для составления акта по инициативе председателя совета была такая, по поводу ненадлежащего содержания фасадов многократного дома. Все, комиссия составилась, сперва мы пишем совет дома, да, у нас тут есть совет дома, и в присутствии, я тут, председатель совета, председатель органов общественного самоуправления при администрации центрального округа, это вот совет председателей, когда мы в 2014 году сделали домов, ну такое, то есть, я там представил, проявила комиссионное обследование фасада и наружной стеной многоквартирного дома, расположенного по адресу вокзального 37, корпус 3, все, на момент обследования установлено, фасад многоквартирного дома на уровне первого этажа плен различными объявлениями и рекламами. Со слов совета МКД, данные объявления размещены на стенах удовольствия со стороны жителей данного МКД. Управляющая компания УОЗ Управления Бажахат за все время управления домом ни разу не проводила работы по очистке фасадов МКД от незаконно расстоянных объявлений и реклам. Фото в количестве там двух штук, да, там прилагается, как тут прилагается. И выводы предложения комиссии, обратиться в органы государственного жилищного надзора и в органы муниципального жилищного контроля, с жалобой на ненадлежащее содержание количество составленных экземпляров мы должны указать два, их находление у председателя совета МКД, да и у члена совета еще у кого-то члена совета. Вот. Мы сами провели осмотр. Потом, вот они как бы фотографии, вот мы составили как бы фотографии как-то осмотров фасадом многоксерного дома такого-то, по вокзалям, да, такого-то числа. Сфотографируй, как я вам говорил, на одном листике сделайте, да, на одном листе я вам даже покажу, как я у себя это сделал, допустим. Можно на А4 сфотографируем, но только чтобы число стояло на фотографии. На самой фотографии числа не будет, у меня тут стоят красненькие, не будет, все, могут забраковать и все. То есть пишем какое время числа, комсомоль, сномури, улица такая-то, наружная стена, то есть описываем, да, и совет МКД и председатели, то есть все члены комиссии подписались. Как только составили акты, пишем жалобу муниципальной жилищной контроли, вот у вас есть, у нас это была администрация, то есть при, вот, была замчитель главы, он этим вопросом занимался, как бы, просчитаете, не будем это читать, да, то есть, ну, главное, прикладываем акт осмотра фасада дома, да, и два фотостены. И здесь, по-моему, указываем на, нет, на этом на нарушение не указываем. Сейчас посмотрим, жалоба в Хабаровск, вот в Хабаровск мы тоже жалобу пишем, а здесь просто общими фразами, то есть пишем жалобу, они все равно им сделают переписание, должны устранить, устраняем. Так, жалоба еще, чтобы написать жалобу, то я вам папочку такую сделаю, так, заявление, чищу заявление. Сюда, когда пойдете в эту папку, да, то есть, незаконная расклейка, у вас здесь вот эти всякие образцы заявлений, как составить фотографию, вот я 18 год, увидели на стене дома, там где-то приклеено, но я как председатель кооператива, вот я у себя объявляю, то есть, может быть к деревьям, да, прибиты грузчики, вот видите, да, грузчики, то есть, я также 3 марта, там 13 года еще, то есть, дерево, тополь, растущее на земельном участке, кадастровый номер, здесь я четко указывал кадастровый номер, да, где его взять, мы знаем, публичная кадастровая карта, гугл в помощь, ваш номер, если ваш дом обведен красненьким, значит, ваш земельный участок сформирован, да, нажмем, там показывают кадастровый номер, то есть, это наш земельный участок, ответы, вам всегда дадут ответ, видите, наложен штраф, да, в размере 1 тысячи рублей, то есть, да, если я вам покажу, бывает, не привлекают к ответственности, да, бывают, ну, не привлекешь, потому что они так, ответы ей пишут, не могут с ним встретиться, да, но мне так кажется, просто не хотят работать, некоторые, кто хочет, привлекают всех, конкретно, и у меня целая куча, кого привлекли, то есть, каждого, только с моего дома, так, как я еще делал, да, то есть, это сперва, вот так вот, мы можем составить акт, написать в управляющую организацию, да, то есть, сразу жалобу написать, а как я, допустим, приучал на своем доме, если я подхожу к дому, вижу объявление, да, мы люди с 90, тогда все мы можем общаться, я сперва звоню по телефону, предлагаю, объясняю ему культурно, да, что это административное правонарушение, за которое предусмотрена ответственность, да, прошу вас устранить данное нарушение, переклеить, вот у нас, доска, вот объявление есть, да, и клейте, если нет, тогда я буду писать жалобу, прошу вот сегодня, устранить, всегда мы даем людям право устранить, если не хотят приезжать, да, тогда уже пишем заявление, я беду, я вам сейчас покажу, здесь вы потом самостоятельно глянете, в эту папочку залезете, да, пишем заявление 21.1, вот жалоба, расклейка, их два у меня, 21.1, это жалоба по поводу заявления, здесь на нашем многокастерном доме, на фасаде здания, не дай конструктивным элементам дома, то есть неизвестные люди, вопреки нормам закона, то есть расклеили, мы пишем, что мы им звонили там, да, обращались, и что статью 37.1, кодуса Хабаровского края, раньше, раньше вообще была статья 37, сейчас 37.1 действовала до 1... в январе этого года, отменилась, и с 1 января этого года действует статья 37.2, кодус Хабаровского края о поднепративных правонарушениях, он такой, есть у нас еще кодекс Хабаровского края, вот, их тут два таких, да, которые жалобы, гляните, прочитаете, то есть, да, в администраторе, только узнайте, кому писать, что данная обстоятельность, мы здесь еще пишем, что, как бы, нарушения, да, то есть, каких нам закона, вот, 37.1, ну, это уже понятно, ее нету, статьи есть 37.2, главный смысл, смысл, чтобы он был понятен, ну, и статья 37.2, то есть, она с этого года внедрена, здесь сказано, то есть, нарушение правил благоустройства, поселения, либо городского округа, и я вам говорю, в каждом населенном пункте есть свои правила благоустройства, надо их взять вам, скачать, и там, в этих правилах, везде есть, вот, у нас, допустим, правила, да, у нас правила благоустройства, там сказано, что, допустим, на территории городского округа, город Комсомольск-Намуре, запрещено расклеивать объявления, печатные продукты, в неустановленных местах, да, то есть, в входных дверях, там, элементов благоустройства, архитектуры, то есть, везде, расклейка, потом также, расклейка газета, фиш, плакатов, различного рода объявления, разрешается только на специально установленных, информационных конструкциях, все, и вот, когда мы объявления на дереве, да, или бы вот, мы пишем, чего сделала? Есть они, они есть, когда я шел по городу, да, я шел, у нас же мы же сейчас, участвуем в избирательной кампании, то есть, да, мы же сейчас 8, мы же свои рекламы, предвыборные, должны только в установленном законном, как бы, вместе, да, клеить, мы же не можем подойти на стену, приклеить, у нас рука не поднимет, хотя единороссы не стесняются, обклеивают все, прям, да, чтобы везде прям видели, вот, и я как-то шел просто по городу, вижу мужик взрослый, да, ему лет 50-60, не знаю, он клеит объявления на стол, там, куда-то, прям, ну, некрасиво, я ему говорю, ну, живем в одном городе, вот человек-то у себя в городе, а где мне клеить? Я говорю, ну, сходи в отдел администрации, да, центрального округа, прям, в 306 кабинет, пускай тебе дадут список информационных счетов, банкеток этих круглых, как мне, тумб, то есть они в городе есть, администрация, они всех знают, она за ними следит, администрация обязана, это одно из обязанностей органов местного самоправления, создать места для объявления, реклам, то есть это также обязанность их, и мне, скорее всего, этот список есть, вы у них его спросите, если что, он есть, так, давайте я вам быстро покажу еще свои, так, объявления, а, ну я вам их все скинул, объявления, то есть, как они выглядят, бывает, допустим, на дверь, входная дверь, входная дверь, приклеили, таксисты, да, там, три пятерки, шесть пятерок, да, там, шесть семерок, не знаю, таксисты, все, это также, я сперва звоню, говорю, пожалуйста, снимите, нет, это не мы, да, ради бога, не вы, так не мы, тогда мы, я фотографирую, там, несколько фотографий, прикладываю к заявлению, и муниципальный, ну, нашу административно-техническую инспекцию, это они привлекают за незаконную расклейку объявлений, там, неустановленных местах, также, если такие всякие маленькие, там, там, работа, 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 понаклеили, да, мы также, грузчики переезда, где-то, да, там появился такая маленькая грузчики переезда, все, ну, и также со всеми, скажу честно, за три года, за три года, приучил, не клеил, обходят наш дом стороной, потому что, некоторые мне, я помню, один, в истерике такое, я ему звонил, говорил, сними объявление, он, ну, у нас все крутые, все платные, что это я пойду, это же не выше меня, такая, это, да, ради бога, бог навстречу, написал, составил акты, написал жалобу, ему, как штрафу, а у меня, я как председатель центрального округа, я имею право, у себя, по положению, составил, составить, не только по своему дому, да, по своему, я пошел по всему кварталу, все его объявления, на всех домах, с председателями документально, зафиксировали, и в комиссию, как ему штраф пришел, там, тысяч 20 или сколько, за каждое, там, не знаю, много, и он такой злой, в истерике, а он поехал в отпуск, куда-то, а нет, в отпуск поехал тот, который тысячу не проплатил, тысячу штраф, понимаете, он не стал-то, а это административное правонарушение, и той штрафа, иногда из-за одной тысячи не отпустят в отпуск, не пустят, и вот он так же, у меня были, вот два, один, который я там с тобой встретился, я говорю, приезжай, все, другой, вот так вот, его как бы не пустили, из-за этого штрафа, из-за одной тысячи, это административный штраф, ругаться с государством, не надо, честно говорю, будет еще хуже, вот, так, давайте теперь, у нас Елена Михайловна готова, да, то есть, мы по данному поводу, по поводу этих расклеенных объявлений, давно предлагали идею, сейчас Елена Михайловна, вам ее как бы расскажет, давайте послушаем, добрый вечер, мы уже вам рассказывали, что в 2014 году, в Комсомольске, была создана, коротко говоря, совет, городской совет, и председателе, где вот мы, Алексей у вас был председателем, мы в активе этого совета, и проблема с расклейками, объявление на фасадах домов, она всех волновала, просто город выглядел ужасно, ну, наверное, у вас что-то подобное тоже есть, вы представляете, как это все выглядит, действовать вот так, планомерно, настойчиво, как Алексей за три года приучил, у него на доме не клеить, ну, не каждый так может, даже не каждый председатель дома может, да, быть настолько настойчивым, наверное, а вот не говоря о том, что других домах, в которых нет советов домов, так там вообще нет, за это не смотреть, правильно? А город наш общий, мы все тут живем, все ходим на это безобразие, все смотрим, и никому не нравится все вот это вот старое, обклеенное, друг на друга понавешенное, и так далее. И тогда мы вышли с предложением нашу городскую думу, чтобы согласно 44-му федеральному закону от 2 апреля 2014 года, он так и называется, специальный федеральный закон об участии граждан в охране общественного порядка. Да, запишите, ну, я потом еще раз продиктую. 44-й федеральному закону от 2 апреля 2014 года, об участии граждан в охране общественного порядка. На основании этого закона в муниципальных образованиях создаются народные дружины. Вот в чем суть. И мы предлагали наделить дружинников вот этими полномочиями по выявлению административного правонарушения в части расклеивания объявлений на фасадах в общем всех неположенных местах, да, и составление материала об этом административном правонарушении, чтобы дружинники могли это сделать, и передать этот материал вот в эту самую административно-техническую инспекцию при администрации города. Понимаете? Замечательное дело. У нас же, если вы знаете, на самом деле согласно этому закону в городах, в любых муниципальных образованиях, в городах, в поселках созданы такие народные дружины. Ну вот вы, например, слышали о работе народной дружины? Я уверена, что у вас есть они. По бумагам, в администрации, в их отчетах, все есть. Я и спрашиваю, вы слышали о деятельности народной дружины, о том, что существовали? Я уже не слышала. Да. Многое посмотрели, есть что-нибудь сейчас. И мы тоже не знали, пока не, сами не инициировали это, в 2015 году собрали, организовали совместное заседание вот администрации, полиции, дружинников этих самых, и так далее. И на этом сами обсуждали многие вопросы, в том числе по расследованию объявлений. И предложили, все были за. Все присутствующие проголосовали, поддержали, все замечательно. Депутаты городской, наша городская дума, а, мы направили в нашу городскую думу предложение это. А, вот еще что забыла сказать, важное. В этом законе, в 26 или 27 статье предусмотрено материальное стимулирование народных дружинников. Вот тут нужно понимать нюанс, что все деньги штрафов от административных нарушений, таких как расслейка объявлений, парковка там, и так далее, да, которые предусмотрены в статье 37.2, сейчас, как Алексей уточнил, кодекс об административных правонарушениях Хабаровского края, да, вот, мы предлагали, чтобы вот эти деньги, штрафы, которые идут в местный бюджет, да, 50% от этих денег, от этих поступлений, направлять на материальное стимулирование вот этих самых дружинников. То есть люди были бы и заинтересованы. Понимаете, сейчас они, ну, фактически ничего не делают, мы в своем городе тоже совершенно ничего не слышим о деятельности народных дружин в нашем городе. Ну, максимум, мы когда-то привлекают совместно с полицией в какие-нибудь риты по неблагополучным сием или еще что-то такое, да, ну, не более того. А тут реальное дело, прям реальное дело. Очистили город, заработали денег и бюджет пополнили. Пополнили бюджет, это самое главное, понимаете, да, и город очистили. Два наиболее самых важных момента, которые нас интересуют как ответственных активных горожан. Что произошло дальше? Значит, эту нашу всю инициативу поддержали, в городскую думу мы направили, и заместитель председателя нашей тогдашней городской думы, Милюхин Сергей, он как-то городская дума стеснялся. Стеснялся. Инициировать инициировать внесение изменений и дополнений в местные нормативно-правовые акты нашего муниципального образования, конкретно города, о наделении дружинников вот этими полномочиями и о стимулировании. Поощрение. Нам этот Милюхин говорит, вы как-нибудь в край обратитесь в законодательную думу Хабаровского края. Что скажут? Что скажут, мол, пусть там какое-то разрешение на это задут или там добро какое-то. Вот, ну, мы что, мы активом написали туда обращение, и тогдашний депутат Чудов поддержал, написал положительный отзыв, похвалил нас, всю сюда отправил. Тем не менее, все как бы все делайте, все вы можете, идея хорошая. Все замечательно, все правильно, все в соответствии с законом, но наша городская тогдашняя дума во главе с председателем Баженова и ее заместителем Милюхиным все это дело так и заняли. Что уж им в этом деле не понравилось, может от того, что 50% надо было бы отдавать. дружинникам, на сегодняшний момент эта инициатива так и не внедрена, мы не оставляем попыток как-то это дело продвинуть, но сделали вывод, что нужно самим идти в депутаты, в этот самый законодательный орган, который создает нормативные акты, вносит в них изменения, какие-то дополнения и так далее. То есть мы как депутаты могли бы сами это инициировать. но, к сожалению, сами знаете, в 2019 году у нас был апокалипсис на выборах, партия единая Россия сменилась на партию ХСБ, то столько смысла в этом, как мы видим, никакого не было, да, и на предстоящих выборах, когда они у нас там будут в 2024 году нужно ситуацию менять. Нужно менять, нужно туда людей, которые смогут все это внедрить максимально интересы граждан. Проще говоря, давайте я скажу, мы в 2019 году шли командой, да, Елена Михайловна, Тюлия Георгиевна, командой шла, и мы шли с командой с готовыми проблемами, решениями проблем. Вот даже вот это вот раскрепление объявлений, мы знаем, что нужно было начальникам округов внести изменение положения одружения, дать им право составлять материал о поднепротивном правонарушении и как бы направлять его в административно-техническую инспекцию. А городская дума должна была просто принять соответствующее решение о поощрении, принять соответствующий нормативно-правовой акт. Ну, мне кажется, ну, сиди, я просто не знаю, как это делать, не хотят. Все вот так вот дружинники рукой махали вот так вот, да, конечно, все полиции, все были за привлечь город вместе очистим, приведем в порядок, пополним бюджет за одно объявление. Вот я вам показывал, тысяча рублей целиком, сто процентов идет в местный бюджет. Это наши права. Управляйте городом. Это одно из решений, которые мы предлагали, Елена Михайловна сама предлагала. Ну, нас не слушают, не хотят. И то есть вывод, пока мы сами не сделаем. Да, пока сами не сделаем ничего не будет. Причем самое интересное, они нам всегда говорят, ну, вы разработаете, нам дальше будет готовое. Им осталось только вот вставить туда, куда нужно, и все. Так мы разработали, им дали. Надо не ихать. На том, что это. На том, да. Так что, мы можем вам помочь у вас выступить вам здесь, на местном уровне, с такой же инициативой к вашим главе, к вашим депутатам, вернее, главатам. механизм можем предложить. Делайте. И подсказать, как это сделать. Либо вы себя вытягиваете. Попробуем вас это протолкнуть сначала, потом мы у себя, ну, у себя-то все равно толкаемые сунки. Вы уже поняли, что мы там... А, да, стадия 37.2, не лишь только расклейка объявлений, да, мы когда о этой проблеме говорили, да, ну, это и распитие во дворах, это все-все, что правило благоустройства нарушается, это не только расклейка объявлений, это просто расклейка объявлений в глаза. это и парковка машин на газонах, то есть, ну, все-все-все, вот это вот все, что... 37.2 кодекса административных правонарушений Хабаровского края, это краевый тупой. Краевой. Ну, вот все, что я хотела вам сказать. Вот, пояде, парковка машин вот сейчас. Очень. Так что, это к тому было сказано, что у нас предложение вала, мы знаем, как управлять эффективно домом, городом, краем, страной. Да, ну, страной еще, конечно, я бы так бы сильно бы не сказал бы, да, но не дают. И поэтому я говорю, пока мы не сделаем, нам никто, поверьте, пока сами не сделаем. Так, давайте перейдем к 22-й теме. 22-я тема, это обсуждение отчета от управляющей организации, да, о проделанной работе расходования денежных средств. Собственно, и что с этим делать? Эту тему я включил, так как у нас по ней хороший опыт, хорошая практика. у нас бабушки с 40-го года рождения председателя за последние три года выбивают деньги с управляющей компанией незаконно списанные, да, то есть опыт есть, вот, так что будем учиться, что делать с отчетом управляющей организации, то есть, да, и как мы знаем, часть 11 статиста 162 жилищного кодекса нам говорит, если иное не установлено договором управления, вот видите, есть компетенция договора управления, четко сказано, да, не общим собранием установлено, от договора управления, то управляющая организация ежегодно в течение первого квартала текущего года представляет в собственном помещении многоквартирном доме отчет о выполнении договора управления за предыдущий год. То есть, понятно, да, она должна... у меня в договоре, ну, вот смотрите, она, ну, неважно, по умолчанию все равно она должна в течение первого квартала вам предоставить отчет о расходовании данных средств. Когда читаем данный отчет, то мы удивляемся, как расписываются денежные средства в совском помещении. Некоторые работы, которые были включены в годовой план, просто не были выполнены, приписаны какие-то непонятные работы. Ко мне постоянно ходят председатели, да, вот и отчеты получат и ко мне ходят с этим отчетом, Алексей, смотри! Я говорю, не надо на него смотреть, я знаю, что там, да, и площади, и место меняются, да, уборочная. потому что праведная компания в конце вам туда впишет, пишет, какие-то непонятные работы, там, да, какие-то гайки, подготовка к отопительным сериям, что там было непонятно, то есть пишет, трудом. То есть, и собственники помещения, да, могут этот отчет либо принять, просто промолчать, просидеть, потому что обязанности утверждать этот отчет нету, обязанность утверждать план работы есть, отчет нету. Вы его можете либо промолчать, вам праведная компания то, что выдала, либо не молчать, либо пропустить, как я всегда говорю, через общее собрание, на котором мы этот отчет утверждать не будем. У вас в бланке, где вот эта папочка, образцы вопросов в протоколе, да, образцы вопросов в протоколе, у вас здесь такой вопрос есть об определении, так, где мы отчет не утверждаем, об ознакомлении обсуждении и утверждении отчета предоставленного ваше в выполнении работах по текущему, то есть такой-то вот, слушали председателя совета там, такой-то, рассказал о предоставленной ей от управляющей компании отчет, по мнению председателя совета МКД объем моей работы и услуг с их стоимостью отображен в данном отчете явно повышены, что не называет доверие расходов денежных средств в сосков помещении, то есть предложено предоставленный отчет о выполнении работ не утверждать, поручить председателя совета МКД в соответствии с действующими законодательными и стандартами управления домом и общим собранием, вы же помните мы общим собранием, если вы включите стандарты, то есть проверить каждый пункт в отчете в случае, если что-то выявил, как бы нарушение, восстановить ваши права, в случае выявления нарушений восстановить нарушенные права в совском помещении в соответствии с действующим законодательством РФ. Решили, предоставленный отчет не утверждаем и председателю советам поручаем проверить этот объем, да, то есть это нужно через общее собрание делать. И тогда уже председатель, после того, как вы этот отчет не утвердили, тогда председатель пишет заявление в управляющую организацию приложение номер 2, заявление номер 22.1, ой, 22.2 открываем заявление, вот у нас 22.2 есть, а не, сперва мы 22.1, мы после того, как мы отчет не утвердили, мы пишем заявление 22.1, вот их два тут у меня, о предоставленной информации, да, то есть сразу говорю отчет, отчет, не надо всю информацию, берите крупные работы, да, вот допустим, а вы помните, да, я вам говорил, когда мы проходили общий порядок управления домом, да, для чего вам это знать, да, потому что порядок и правила управления домом, проведения текущего ремонта, списания денег с домом, он четко, законно предусмотрен, на каждом этапе предусмотрено участие вас, социальных помещений, как при осмотре, да, так и везде, при приемке выполненных работ, там, везде, то есть, мы что делаем, мы берем отчет, более крупные работы, такие, там, которые денежные, там, ремонт кровли, швов, что-то такое грубное, и на эти, в основном, на эти работы и просим всю документацию, ну, сперва, мы объясняем, да, что в нашем доме проводили собрание, предлагается, на основании решения мы поняли то, что отчет 8 не прожил, и просим вас предоставить належащие заверенные копии следующих документов, акты весенних и других осмотров, по результатам которого они составляли план работ, то есть, вы видите, допустим, в 21 году, ну, будем уже сейчас, да, на будущее, ну, либо, вот, в 20 году у вас делали ремонт швов, да, вот сейчас, ну, либо там, панели что-то делали, сейчас, то есть, вам нужно, значит, в 20 году весенний осмотр, да, либо осенний, 19 год, там должны быть указаны эти швы, что они планируются делать, вот, мы запрашиваем, то есть, потом счет фактуры, иные документы, подтверждающие оплату ориентаторами, ну, за использование общего имущества, это понятно, мы также их, так, и вот, договора с исполнителями работы и услуг, которые вы, соответственно, с договором управления многокс prizlanadolcomо, как бы, заключили по заданию судского помещения, да, и от их, именно, с учетом требования части 4, да, ну, по кубям, да, 4, где сказано, должны подбирать исполнители для выполнения работы и услуг на условиях наиболее выдаданных для судского помещения, вот, для выполнения работ по ремонту кровли и межпанельных швов, вы видите, там, кровли, межпанельных швов. Пускай они вам договора предоставят. Потом составленные и оформленные по правилам в соответствии с требованиями жилищного законодательства сметы на ремонт кровли межпанельных швов. Вот. На такой год. Составленные и оформленные по правилам в соответствии с требованиями жилищного законодательства акты приемки выполненных работ по ремонту кровли межпанельных швов. Что значит акты, то есть составленные в соответствии с требованиями жилищного законодательства? Мы с вами будем, у нас еще такая тема будет, акты приемки выполненных работ, да, то есть они собственно недавно появилось это даже постановление правительства об утверждению формы акта приемки выполненных работ а мы знаем то что списание денег с весового счета производится только на основании при наличии у исполнителя подписанных актов выполненных работ мы знаем кто имеет право подписывать акты выполненных работ со стороны совска помещений да лишь только председатель совета мкд то есть мы у них это все запрашиваем дошел чтобы потом доказать что они занимались самоуправством понимаете если в акте весенне-осеннего осмотра этого не будет да как он оказался в плане работа я потом в отчете допустим то есть смотрите чтобы везде чтобы эти швы они шли допустим да и потом вы где-то видите они из из этой системы выпадают все у меня кутузова светлана михайловна ваза и готовского 9 корпус 2 до взяла за последние три года вот так вот крупные работы да то есть все 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 сметы акты выполненных работ то есть все там договора то есть прописано что на 300 тысяч допустим сделали предоставь счет фактуру подтверждаю что действительно это оплата была дайте 300 300 где а как бы выполненных работ где собственник когда я это все предоставили сейчас управляющей компании наверно будут умные они там даже не обеспечили участие любого собственника даже собственника там где-то вас начиная от акта осмотра до до приемка работа же какого-то собственника не обеспечили участие соответственно они заняли самоуправством а помните 416 постановление правила еще управлять компания обязана обеспечить участие собственников помещений на каждом этапе текущего ремонта в том числе и при приемке выполненных работ вот если это не делает у статья 19 1 куб самоуправства либо 330 указом вопроса когда причинен финансовый ущерб ну тут видите финансовый ущерб разобьют на каждого жителя я же говорю мы пытались в обе да мы увидели что украли там полмиллиона увидели ура сейчас мы полмиллиона много раскидали эти полмиллиона на каждого собственника в том числе и несовершеннолетнего на всех и оказался ущербом полторы тысячи тысячи каждого уголовное дело ничего нет вот управляющей компании где-то этот предел знает сколько собственников на доме на какую сумму можно нахимичить все равно ответственности никто не пролетит и вот где-то этот барьера не держит все таки уже знаю он так еще у нас есть второе у нас 22 1 у нас два таких о предоставлении и информации тоже гляньте ради интереса что мы тут а спрашиваю проводили также собрание на основании жертв какую площадь а ну здесь мы также не жилых спрашиваем смету выполненных работ а иногда бывает сосульки ага сосульки у нас в это отчете сосулька смету то есть выполненных работ по очистке крыши от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек точиной 20 сантиметров на общую сумму 30 тысяч 152 рубля там небольшой дом был это по моему по кирову а мне тут не писал да по моему на кирова 42 у нас дом да где скатная крыша плоская крыша и нету на сулях знаем да то есть а когда скатная и вот я один из минусов когда плоскую делают на скатную да мы сразу предполагаем что будут появляться сансульки с которыми не придется работать то есть с одной стороны это хорошо от мягкой ушли на твердую но появится другая проблема и точно там и отчет смотрим отчет да там у нас было этих убрали на 30 тысяч а предстоит это не было у честно не убирали они сами расставили ну списывать на деньги надо и мы у них про и просили смету акт выполненных работ по очистке крыши отслежавшимся снега тоже прошу сообщить каком объеме по ком тарифу салфа данная работа так от выполненных работ по промывке центрального отопления на сумму 8000 а также такая же ситуация промывку мы смотрим да ну что промывка на не стоит столько она меньше стоит рядом дом такой же маленький там них почему-то 2000 промывка со у меня 8000 они эту сумму должны обосновать до должны предоставить так выполненных работа мы еще конечно желательно счет фактуру ответы на мои вопросы прошу там получу лично как всегда бывает управляющая компания не предоставляя с какими-то бумагами предлагает ознакомиться в офисе в управляющей организации придите мы вам покажем да сейчас конечно да сейчас все отправляют на гис жкх мы там должны размещать всю информацию с подрядчиками да то есть все договора ну ни одна прочь компания не размещает можете открыть свой сайт сейчас какая у вас управляющая организация и для мы какие-то кто там подрядчики кто есть скорее всего нету ладно если вам допустим не предоставляет эту информацию то пишем жалобу жалоба образец примерного и жалобы это 22 дробь 2 вот они 22 дробь и жалоба понятно что не комитет да не барапаев а главное управление региональном государственном контроле лицедержный правительство хабаровского края они просто так часто меняются название помните раньше была государственная жилищная инспекция потом главное управление там потом был вот комитет и предыдущий было вот это комитет регионального государственного контроля лицензирования заявление как председатель обратился к директору заявлением о предоставлении для ознакомления копий надлежащих заверенных следующих документов что такое сразу надлежащие заверенные копии документов то есть печати россрис руководителя организации все это надлежащие заверенное потому что у организации есть требование к плотино это и требования делопроизводства то есть юридическое лицо организация выдает документы за копий за подписью руководителя и печать это требование так вот чтобы не постели Ахты весенних и осенних и других осмотров, счет фактуры, договора, то есть составленные и оформленные, но также просили сообщить, запрашивали мои документы на вопросы выдать мне лично, то есть я так и не получил, а также напомню, что за отказ в предоставлении информации не свое время на ее предоставление, либо предоставление заведомо недостоверной информации предусмотрена ответственность. Помните КОА, статья 539 и 14.8, там сказано, то есть вот. Раньше было 731 постановление о расходе информации, такое огромное, здоровое, но сейчас оно утратило силу с этого года, но у нас остался закон защиты прав потребителей и другие требования. Жалобу, то есть прочитаете, вот она жалоба. Пишите на них жалобу, если не предоставляют, пишите в прокуратуру. Если администрация не предоставляет, прокуратура это тот орган, который напрямую следит за администрацией, проще так сказать. То есть за администрацией, как она выполняет свои функции, это прокуратура, ее прямые обязанности. Единственное, что я вам хочу обратить внимание, вот здесь, когда мы пишем, видите, мы еще в соответствии с пунктом 21 постановления правительства, вот это 23 сентября 70-го года, 731. Вот это уберите, потому что вот 731 постановления уже нету. То есть запомните, 731, просто там где-то уже встречается, но 731 постановление не на него ссылаемся. Здесь хватает других, в закон защиты прав потребителей, да, где сказано, пункт 11, 10 закон защиты прав потребителей, сказано, что продажная компания, организация обязана по запросу в соскопомещении в свое время предоставлять необходимую достоверную информацию, способом по правилам и установленным правительствам для отдельных оказаний услуг. Вы пишите жалобы, пишите, пишите, и тогда у меня благодаря прокуратуру, только видите, вот у нас администрация издала, знание надо, да, надо знать, что вы имеете право, какую информацию запрашивать, знать, какой они вам дали, в какой срок должны предоставить, да, и какая ответственность еще предусмотрена у них, да, лучше это все в прокуратуру, когда жалобу будете писать, вы пишите все, да, то, что какая ответственность, там, орган местного самоуправления, что это тот орган, который по своей природе должен в наших интересах, жители, да, они нарушают конституционный строй, там, Российской Федерации, что-то такое, конституцию нарушают, все-таки это что, как-то так. И вот просто, как я вам говорил, на нашем примере, у нас администрация издала нормативно-правой акт, да, который я прочитал, а он прошел оценку регулирующего последствия, в администрации целый отдел его проверял, потом прокуратура проверяла, да, все провели, и в итоге он его принял. Разместили на право ГОФ, как там, регулирующим право ГОФ, там, даже там, в интернете разместили этот, никто не увидел, что он бред полный, что это не рабочий, с нарушением, да, и только мы сели, почитали, написали всем, сперва о главе города, в Думу и Комитет по управлению имуществом написали, они нам, Алексей, все хорошо, все проверяли, прокуратура проверяла, и тогда я написал в прокуратуру, но я обосновал каждый пункт, где он противоречит, чему противоречит, да, нужно, как же, то есть, раскрыть все, и какая ответственность предусмотрена, и что нарушаются права и интересы граждан, организаций, да, что является нарушением конституционного строя, вот такими. Как вы называете этот комитет, который у правительства, вот имущественных отношений, чтобы найти его? А зачем он вам комитет по... Чтобы написать ваше место, где-то управление имуществом, я уже посланник. Край? Главное, главное, мы пишем жалобу грамотную, да, если не знаете, на какие нормы ситуации используете словосочетание общее, да, руководствуясь здесь очень законодательством, там, прошу привлечь к ответственности. Так, иногда, когда у правительской компании, когда вы отчетным приносите, когда, да, говорите, вот, прошу проверить, проверить, и они иногда, вот у меня такое было, директор правительской компании стоит такой, и кому-то он не виноват, говорит, Алексей, я все свои деньги отдаю подрядчикам, вот они мне предоставляют, да, а его же подрядчики, его же фирма, он же там же у учредителя, да. Да, иногда он делает по дорогой цене, по дорогой, когда мы смотрим, что он какие-то объемы работ сделал дорого, а мы знаем, что он по 416-ому постановлению должен выполнять услуги, то есть на условиях наиболее выгодных, да, для сосков помещений. И тогда я ему говорю, подождите, у нас вот такая, то есть ответственность, проще говоря, директор правительской компании скидывал свою ответственность, да, то, что якобы он переплачивает на подрядчиков, типа, я не виноват, это они там плохо сделали, дорого сделали, да, как бы, я говорю, стой, договор у меня с тобой, с вами, с управляющей организацией, квитанция, вы нам печатаете, да, и всю ответственность, да, за все работы, за всех исполнителей, подрядчиков, несет управляющая организация. Даже когда было судебное решение хорошее, да, ну, у вас тут есть, у вас есть папка там судебное решение, да, их там целая куча, и там есть это решение суда, да, когда жители обратились, не убиралось, не проводилось планетарная дезинфекция, да, гератизация, в подвале мыши, клопы, там целая куча, да, люди написали жалобу, подали в суд, там даже главная контрольная, ну, личная инспекция подала в суд, и управляющая организация в суде оправдывается, да, это не наша вина, это вина подрядчика, с которыми мы, как бы, заключили договор, да, хотели уйти от ответственности, нет, суды сказали, нет, ответственность несет за подрядчиков несет управляющая организация, нафига ты с ними, да, заключал договор, у меня этот договор, допустим, да, когда мы взяли на дезинфекцию, да, на дезинфекцию, у меня договор, Когда я посмотрел в нашу управляющую организацию, с какой фирмой заключен договор. У нас в городе есть муниципальная, то есть государственная, краевая дезинфицированная станция. Кстати, у нас под домом, прям во дворе. И есть частник, как всегда частник. У него, кажется, папа работал в Роспотребнадзоре начальником. Чего бы не открыть свою фирму, если папа начальник Роспотребнадзора в городе. Почему бы сыну не открыть фирму по дезинфекции? Которые формально будут проводить и с управляющими организациями сразу договор. У меня просто была ситуация, они как-то пришли, дезинфекция оставили, свет включенный в подвале. Ну, не прикрыли за собой. Я звонил директору этого Декара, то есть у нас слово Декар, дезинфекция проводится. Я говорю, так и так, там твои работники оставили свет, давай я на них жалобу напишу, ты их встряхнешь. Мы так и работали, как научить, да, потому что руководитель подряд организации не может за всеми бегать и следить. Для этого взаимоотношения, надо взаимодействовать, чтобы всем хорошо было. И мы так и делали, да, на сварщика писали жалобы. И тут я ему говорю, давай я на твоих напишу, чтобы они в следующий раз хорошо работали. Вроде ничего такого не просил. Он, нет, я с собой встречаться не буду, разговаривать не буду. Я такой сижу, думаю, о. Я ему говорю, слушай, тогда я делаю вывод, какой руководитель, а какие подчиненные, такой и руководитель. А болтус, ну примерно такое. Я говорю, я тебе там не сильно грубо сказал, ничего. Тишина, я говорю, ну все, счастливо, не хочешь общаться, это мой дом. Я его строил, кто ты такой здесь, да, мы решаем, правильно. Я говорю, вбейте себе чувство хозяина. Все, выхожу на собрание с повесткой, а мы долго не разговариваем, сразу на собрание. У нас кооператив, нам кворум проще собрать. У нас, понимаете, у нас размер голоса одни члены кооператива. Нам, например, 5 человек могут управлять всем домом. Тут тоже члены кооператива не менее 5, да, не более квартир там в доме. Нам как-то проще кооперативам, ну все-таки и жителями. Елена Михайловна, сколько у вас людей на собрание вышло? Больше 75% вышло на собрание дом. Приехали директора управляющих организаций, все решали любые вопросы. Ворум есть. Было бы желание, но это также работа председателя. Вот, Елена Михайловна у нас была активна, там, председателем, да, то есть, все зависит от председателя, как он будет работать, как он людей оттуда вытащить, объяснит им, да, что это наш дом, давайте примем же участие. Так и будет. То есть, я принимаю на собрание решение отказаться от дикара, поручить управляющей организации до такого-то срока переключить договор с муниципальной службой. Говорит, все, я на своем доме, а так как я председатель наших председателей, да, там, советов, мы эту идею сразу людям сказали, говорят, нафиг нам частник, нифига не работает, вот вообще не работает, и честно, не работает. Говорит, давайте дезинфекцию. Мы один дом провели собрание, другой, третий, четвертый, ушли. И, как думаете, про меня хорошие слухи стали ходить в городе? И этот дикар, этот дикар, да, то есть, я его в глаза не видел, я этого как бы руководителя, я с ним так и не следился, но он там про меня столько рассказал, какое я плохое, и что я там. Критика этого дел слабых, кому нечего предложить. Мы никого не критикуем, все хорошие, все умницы, но мы предлагаем свое. А вам уже думает, да, либо идти за критиканами, либо за нашими. Так. Бывает, что и директор компании, когда мы отчет говорим, мы ваш отчет, учета денег хватает, он говорит, у вас много неплательщиков, не платят, да, не платят. То есть, иногда как бы стоит и говорит, у вас там неплательщики не платят. Я на него стою и смотрю, говорю, ну, слушай, минимальный перечень работы и услуг, да, то есть, в него входит работа с неплательщиками, то есть, введение исковой претензионной работы. Я говорю, хоть на одного вы в суд подали, да, либо хоть одному предписанию дали, либо что-то, претензию. Сидят, говорю, у вас вон три человека, тюристов в штате, да, говорю, давайте мы тогда будем эту работу делать, уберем с тарифа. Не захотели, да, потому что, помните, 491 постановление, вторая часть уменьшения размера оплаты за непредоставление каких-то работ, либо услуг. Вот это сюда входит, то есть, не работа с неплательщиками, вы эту услугу недополучаете. А у них три человека в штате сидят, структуру платы за содержание жилья, это входит какая-то копейка, она же с ваших денег получает, а работу не выполняет. Это та же, как не убирать в подъездах. То есть, претензию не хотите, уменьшайте размер оплаты на этих юристов, требуйте. То есть, понятно, да, принцип? То есть, что делать с отчетом от управляющей компании, мы знаем, да, ни в коем случае не бегаем с ним, да, мне не показываем, всем не показываем, а его нужно через общее собрание не утвердить и поручить председателю проверить каждый пункт в отчете. И вот, когда у меня Футузова, Светлана Михайловна, Схотовского 9, Корпус 2, да, за последние три года, мы знаем, да, что можно за последние три года у нее спросить, она столько нашла несоответствий, столько там, знаете, прям куча. Она сидела, занималась перепиской, и когда нашла сумму, я не помню, на какой она сумме пошлась, остановилась, у нас вся переписка есть, все управляющие организации, все акты предоставила, все, даже не догадалась, там, какие-то подписи собственников даже подписать, да, все, то есть, она показала, что она управляла домом без нашего участия, вообще без нашего участия. Не предоставляла ничего, то есть, занималась самоправцами, вообще говоря. И она тогда написала им последнее письмо, то, что прошу в досудебном порядке мне, нам эти деньги вернуть на счет, либо я буду отстраивать свои права в центральном суде. А там, тюристы есть, которые видят, да, что надо, они видят. О, с этими делами пойдет, они выиграют. И там просто к ней пришли, кому-то, говорю, в тихушку свою деньги, да, знаете, говорил, да, там, 30 тысяч могут сунуть денежки. У нас пионерская 19, да, когда меняли лифты, там, неправильно, там, и чтобы председатель жалобу не писал, да, там где-то. Сували деньги, сували, то есть, просто суют. Где-то что-то. Также и... Ей предложили взамен пластиковые окошки. И вот на Котос Лодей, Корпус 2, да, на ту сумму, говорит, давайте мы ругаться не будем с вами, да, давайте мы вам во всем подъездах, в пяти, там, шесть подъездах, не помню, пятиэтаж, мы вам пластиковые окошки поставим, и все нормально. И спокойно, конечно, бабушки, да, конечно, ради бога, ставьте, хоть так я от вас эти деньги выбью. Поставила она, следующая, которая на курс, они вместе, подружки ходят, она, она тоже начала управлять компанией за задницу брать, ей что-то сделали, но уже меньше, и потом, говорю, управлять компанией умные, давай там, собственника какого-то, знаете, и вот поэтому, говорю, надо быстро создавать совет дома. Определяй, что все работы принимает подписывать только председатель, избирать председателя, не выполните установленный законом свои права и обязанности, не создадите совет, не избирайте председателя, не наделите председателя соответствующими правами, полномочиями, и не научите его ими пользоваться, ничего у вас не будет. Ну все, на этом все, то есть ждем следующее занятие в пятницу. Все, всем спасибо. Спасибо. Спасибо.